Время, которое не было, не было, не было. Время, которое не Ближний Восток, это Тихий океан и это Арктика. В этих регионах, то есть это север, схлестнутся Китай, Соединенные Штаты и Россия на стороне Китая. Но на стороне Соединенных Штатов будет блок НАТО. Я еще раз хочу обратить внимание, что выборы, выборы, выборы в каждой стране везде и народ только и думает о выборах, не видя основного, не видя подготовки к военным действиям. Итак, американцы готовят сегодня снайперов для войны в русской Арктике. Такая статья вышла на одном портале. Я вам сейчас ее расскажу. Ну, как Пентагон утверждает, что сильный ветер и снег не спасут наших солдат от мелких пуль звездно-полосатых героев. Надо сказать, да. Северные условия, они особые. К ним легко не привыкнуть. Надо практиковаться, друзья. Раньше у нас стояло много воинских частей на северах, на наших. И в частности, я родилась на Чукотке как раз среди огромного количества воинских частей. Причем серьезных воинских частей. И поэтому я понимаю, о чем идет речь, когда говорят американцы о сильном ветре и снеге. Брандон Уэбб, директор секретного курса снайперов сил специальных операций ВМС США, известного как спецотряд «Неви Сейл», разместил в сети свою фотографию, сделанную, судя по всему, в северных широтах. Кстати, в Соединенных Штатах бойцов этого подразделения чаще всего называют морскими котиками или тюленями, элитой вооруженных сил Америки. На фоне нарастающих разговоров и усилий американских политиков и военных о противодействии русским в Арктике, можно предположить, что бывший ветеран войны с Талибаном переключился на подготовку метких стрелков в условиях суровой зимы Заполярья. Брандон Уэб, личность довольно популярная в заокеанских профессиональных кругах. Это именно он застрелил трех сомалийских бандитов, спасая своего соотечественника, капитана Сухогруза, оказавшегося заложником в руках пиратов 21 века. Ему пришлось добираться 10 часов до места драмы самолетами и вертолетами. Тем не менее, свою работу он сделал быстро и точно. По словам этого американского снайпера, помимо винтовки, он всегда берет на задание специальные вычислительные устройства. Но надо полагать, друзья, и будем надеяться, что у наших снайперов тоже есть вычислительные устройства. При стрельбе на дальнее расстояние крайне важно учитывать все экологические и баллистические факторы. Ветер, температуру, барометрическое давление, степень широты, скорость полета пули и отклонения, вызванные вращением земли, известные как эффект кориолиса. Поясняет Уэб, каждая деталь выстрела запрограммирована в моем портативном компьютере, который затем выдает мне готовое решение для стрельбы. Самый важный момент для американского снайпера – это скрытность. Саму подготовку к выстрелу он сравнивает с написанием картин. Для снайпера поле боя – это как чистый холст художника. Ясно, что речь идет о психологической подготовке как к выстрелу, так и к его последствиям. Одно дело убивать врага в бою, защищая себя. Другое дело с безопасного расстояния. Стрелков учат, что морской котик, лишив жизни себе подобного, должен, во-первых, не заморачиваться лишними христианскими вопросами, ведь это враг Америки. Во-вторых, снайперы обязаны видеть в своей профессии творческое начало и даже что-то прекрасное. Например, пар медленно поднимается из пулевого отверстия в груди. Ну, прекрасно. Да, конечно, это военные, да, их учат быть просто машинами для убийства. Благодаря такому подходу снайперская школа «Неви Сил» считается лучшей в США. Да что там во всей Америке. Это самый сложный технически продвинутый курс в мире. Достижения выпускников курса являются достаточным оправданием такого утверждения. Конечно, мало кто за пределами командования специальных операций США знает об этом. Вы не прочитаете в Википедии или где-либо еще, что у морских котиков в настоящее время есть самый опытный снайпер с более чем сотней подтвержденных убийств на его счету. Если предположить, что Брэндон Уэбб не врет, а такое в Соединенных Штатах случается часто, но об этом пока мы не говорим, то приходится удивляться циничному отношению Пентагона к войнам за пределами Америки. Например, при штурме иракского Масула. Вместо снайперов применяли авиацию, стирая с лица земли целые кварталы, чтобы ликвидировать стрелка исламского государства. Похоже, Минобороны США не хочет рисковать своим суперстрелками. Однако, если отбросить эмоции в сторону и обратиться к курсу снайперов, Неви Сейл, который нахваливает его же директор. Ну, начнем с того, что кандидаты отбираются со всей армией специальными инструкторами. То есть в школу морских котиков приходят уже взрослые, зрелые бойцы, как правило, разведчики. Если они выдержат экзамены и окажутся в числе выпускников, их зарплата взлетает в разы. Словом, можно почувствовать себя не только героем, но и миллионером. А учитывая, что курс Неви Сейл длится всего лишь 90 дней по 100 часов в неделю, то, по словам Уэба, основное усилие направлено на овладение специальных приборов. На первом этапе кандидат изучает новейшие методы цифровой фотографии, компьютерной обработки, сжатие изображений спутниковой радиосвязи. Поясняет директор школы, в 21 веке снайпер использует технологию в своих интересах. Он использует самые передовые системы зеркальных камер, небольшие портативные компьютеры и самое современное баллистическое программное обеспечение в мире для информации о цели и получения точного решения для стрельбы. Пентагон стремится ограничить число людей, которые получат такие навыки. Заказные убийства в США никто не отменял. Да и утечка ноу-хау может серьезно ударить по безопасности самих снайперов. Цифровое железо, безусловно, выводит профессионализм стрелков на более высокий уровень, но оно может и выдать его местоположение. Но это, друзья, не так. Это есть для этого защитная программа, что никто и не... Это наши так пишут, понимаете, потому что не знают до конца или не хотят знать, или наоборот, так скажем, подразнивают, что, может быть, кто-то и выдаст какие-то секреты. Вернемся ко второму этапу. Напоминает второй этап подготовку людей-невидимок. Но вы знаете, друзья, что китайцы разработали, кажется, китайцы, разработали такую ткань, ткань-невидимка. Сквозь нее виден лес, а человека не видно. Как это сделано? Ну, наверное, слишком мы недоразвиты в своем техническом прогрессе. Все шагают вперед, все в мире, только не россияне. Второй этап напоминает подготовку людей-невидимок. Здесь тоже имеется определенное программное обеспечение, которое подсказывает самые безопасные маршруты. Учат многому, но самое главное тому, как проникнуть в неприятельскую зону и выйти из нее незамеченным, не оставив после себя ни малейшего признака. Поломанная ветка или забытая гильза отправят курсанта домой, причем отчисляют пачками. Здесь важно, друзья, внимание. Внимание к каждому своему движению. О психологической подготовке уже было сказано, но творческое отношение к убийству является лишь малой частью перепрошивкой мозга. Курсантов натаскивают самоустраняться от реальности в условиях плена. К примеру, их пытают китайский или русский офицер службы безопасности. И в это время они находятся мысленно на лужайке гольф-клуба и играют в свою лучшую партию. Вот так их обучают. То есть мозг их программирует при наступлении боли, они улетают в другой приятный им мир. А самым сложным тестом является так называемый предел или край возможностей. У стажера есть всего 4 минуты, чтобы попасть во всплывающую на несколько секунд мишень. Первая трудность заключается в том, чтобы добежать до рубежа, где-то 600 метров. Как правило, наверх небольшого холма. Вторая. Камера следит за глазами снайпера. Как только он начинает вытирать пот салба, появляется цель примерно на несколько секунд. Большинство курсантов проваливают именно этот экзамен и вылетают во время курса. Даже не сдав нормативы школы Неви Сейл, неудачники по возвращению в часть получают повышенное жалование. Несмотря ни на что. Не сдал, все равно при возвращении он получает повышенное жалование. Вот так уважают офицеров в американской армии. Так что вот видите, друзья, начинается движение, большое движение в армиях США, Китая, России, Японии. Везде идет движение. А народу подсовывают выборы. Выборы, ну да, такой вот очень якобы важный кусочек их жизни, который они во что бы то ни стало должны отстоять. А военные готовятся, готовятся и не обращают внимания на народ, на выборы плевать им. Самое главное, они готовят мир ко всеобщей войне. Спите, жители Багдада. В Багдаде наступает совершенно другое время. Я Таня Карацуба, Сиидбурхан.